Всем привет из Украины, друзья. Всем привет, уважаемые зрители, уважаемые коллеги, уважаемые единомышленники с канала «Зрители», с канала «Народовлась». Это самая, пожалуй, радикальная, правдивая, откровенная публика и аудитория Ютьюба. И не только аудитория, безусловно, как правильно Вячеслав заметил, это соратники. Всем привет. Привет, да. Вот, и, знаешь, хотелось поговорить на неожиданную тему изначально, да, потому что мы ее всегда так поверхностно касаемся, а, честно говоря, мне она очень интересна, потому что я понимаю, что, прежде всего, война сопряжена с проблемами. Проблемы, там, электрические, медицинские, продуктовые, бытовые и так далее. То есть, когда приходит война, то все становится гораздо хуже и так далее. Так как Россия это сейчас прямую ожидает, то есть, вот, хотел же с тобой, как уже со специалистом, и это я без тенни юмора говорю, посоветоваться. Ну, что же делать, грубо говоря, чем запасаться, да, на что обратить внимание. Потому что есть определенные нюансы, которые для тебя уже в этой системе координат, живешь скоро год, да, они для тебя абсолютно ясны. А для людей, которые... Сегодня ровно 300 дней, кстати. Да, представляешь, а люди, то есть, за это время уж младенец бы родился, да, а люди, ну, в этом отношении лохи, кто это не прошел, они не знают, что, как. То есть, и когда все начнется, ну, будут большие проблемы. Я не хочу, чтобы у наших соратников они были, и поэтому, может быть, это какой-то вопрос кому-то покажется не очень интересным. На мой взгляд, это один из самых интересных вопросов, вопрос выживания на войне и в оперативном тылу, и вообще тогда, когда идет война. Мы понимаем, что, по сути, прежде чем мы перейдем к практическим аспектам, на мой взгляд, есть огромный аспект глобальный, общественный и теоретический. В каком именно месте находится человек. Вы знаете, я тот человек, который большую, огромную часть своей жизни прожил в городах, в том числе и в больших городах, в мегаполисах. 25 лет, немножко меньше, чем половина моей жизни, я прожил в Харькове, это большой город. И где-то году в девятом-десятом ко мне пришло понимание, что мне это все надоело. Я сначала уехал за границу, прожил там несколько лет, на Балканах жил, в Хорватии, в Черногории. Я прожил и в более, скажем так, западных странах, имеется в виду Чехия, Германия и так далее. И затем я вернулся, два года жил во Львове. Это уже было ближе к нашим дням. Но я понял, что и это не мое. Я убедился окончательно, что я должен уже выполнять мечту своей юности и детства, а именно перебираться на землю, перебираться на чистый воздух, к чистой воде. И сейчас я живу на отдаленном хуторе, практически в лесу, вокруг меня практически людей нет. И я это решил еще несколько лет назад. И сейчас, глядя на сегодняшние события, я убеждаюсь, как я и моя семья были правы в том нашем решении. Ты знаешь, Вячеслав, уважаемые друзья, мы тогда с супругой испытывали огромное давление со стороны наших близких, знакомых, родственников. Мол, куда вы едете? Ни сосума, ни инфраструктура, хотя у меня школа километра полтора, и в принципе ребенок даже пешком ходит. Но в любом случае эти жители больших муравейников, они не понимали, как можно жить в 21 веке в каком-то там захолустье. И сейчас ты понимаешь, насколько ты оказался прав. Сейчас вы, друзья, те, кто не живет в Украине, наверное, понять не можете, какой ужас, какая адская жизнь сейчас окружает жителей городов. Это один аспект, мы о нем еще поговорим, именно о выживаемости. Второй аспект, что некоторые города просто-напросто уничтожены на минуточку. Возьмите Мариуполь, возьмите, например, такие районы, как Северная Салтовка в Харькове. Там живого места нет. И те люди, которые раньше на меня смотрели как на дурачка и крутили пальцем у виска, мой дом в Харькове мог бы быть разрушен, в соседний дом прилетало, кстати. Мой-то дом целый, но окна повыбивало. Вернее, не мой, а там, где я раньше жил, я имею в виду. И теперь, наверное, гораздо больше людей, особенно в Украине, стали понимать, что нужно жить на природе, нужно жить с чистой водой, с чистым воздухом и с домашними, а не химическими продуктами по возможности из супермаркетов, по возможности, если есть руки, ноги и желания, даже что-то производить и выращивать самим. И это, безусловно, сейчас стало доходить до людей. И это доходит в том числе, друзья, особенно доходит до тех, кто уже уехал из городов, потому что, еще раз повторяю, некоторых городов просто нет, в некоторых городах жить опасно. Теперь к опасности добавился такой еще фактор, как вот этот blackout. Вот эти проблемы огромные с электричеством, которые испытывают жители городов. Извините, когда пописать, покакать, никуда сходить. Когда на улице минуса отопления не работает, мы замечаем огромную разницу между деревней или там вообще лесом, где, например, можно поставить солнечные батареи, можно взять чистейшую, отличную воду из колодца, можно обогреться камином, печкой, дровами, газом, в конце концов, который пока в Украине работает, слава богу, стабильно. У меня уже резервные варианты по дровам есть, благо лес, вот рукой могу до дерева дотянуться, например. А, ну, тем не менее, мы сейчас сидим на газу, как и раньше, потому что мы просто сделали резерв. Мы уже не боимся, если даже с газом будут проблемы все. Поэтому мы этот сектор, этой ситуации, чрезвычайной ситуации, можем разделить на два варианта. Для тех, кто живет в городах, для тех, кто живет на земле, скажем так. Безусловно, это абсолютно две разные ситуации. Это ситуации абсолютно разные, так как небо и земля здесь сложно даже их сравнивать на данный момент. Я просто хочу вспомнить, как все начиналось. С первыми обстрелами ОРКИ начали бомбить, прежде всего, топливную коммуникацию в Украине. В Украине кое-где вообще исчез, а где-то страшным дефицитом стал бензин и топливо, дизель, солярка имеется в виду и так далее. Поэтому позаботьтесь об этой ситуации, позаботьтесь о том, чтобы вы знали, если что-то вдруг где-то начинается, чтобы вы знали, куда слить, какую емкость, как запастись необходимым вам топливом. И это даже не для передвижения, это даже не передвижение, это прежде всего, если вам нужен будет генератор, какой-нибудь обогрев и так далее. В таких ситуациях топливо – это валюта, которую тяжело достать в случае необходимости. Если вам даже не надо, поверьте мне, она вам приходится в любом случае. Вторая проблема, которая была в эти тяжелые, самые тяжелые месяцы – это, безусловно, проблема продуктов. Очень многие из-за того, что были нарушены коммуникации, логистика, из-за того, что разбомблены многие были предприятия, в том числе и в Киевской области, из-за того, что были проблемы с топливом, из-за того, что были буквально на дорогах боевые действия, ну куда поедешь, чего повезешь, во многих магазинах пропали продукты. Причем первым делом, конечно, начали пропадать те продукты, которые являются продуктами длительного хранения. Имеется в виду крупы, макароны, тушенка, вот это вот все. Все этим, об этом тоже нужно подумать. Я не призываю там делать в чуланах запасы подветонные, чтобы они портились. Хотя это вариант, вы знаете, вы все равно эти продукты употребляете, такие как соль, сахар и так далее. Вы одно съели, другое туда положили, что вам стоит. Ну вы всегда спокойны, что ваш ребенок минимум полгода-год будет пережидать ситуацию и не умрет с голода, понимаете. Поэтому тоже об этом можно постараться. Это вам ничего не стоит, вы все равно это все съедите. Вы просто немножко больше денег потратите единовременно, новые сэкономите. Почему? Потому что в таких ситуациях резко дорожают цены. Гривна обвалилась в два раза, цены, несмотря на то, что гривна обвалилась, все равно выросли в два раза, в итоге все получилось в 3-4 раза. Поэтому если вы купите в мирной, спокойной ситуации, какой-нибудь запас, он вам потом обойдется намного дороже. Теперь мы идем на что у нас тут происходит по электричеству. Тут несколько вариантов есть. Начиная от самого простого, это генератор, который работает на бензине. Мы сначала решали эту проблему именно так. Но затем, к сожалению, я не слишком долго говорю. Отлично, наоборот, мне очень нравится эта тема, и мы ее можем продолжить в несколько этапов. Это обязательно, потому что это то, что нужно сейчас людям. Теперь ситуация с вот этими ударами, ракетами и дронами по нашей инфраструктуре, потом что-то пытаются зимой оставить без света. А что такое оставить, друзья, без света в городах? Это оставить людей, а, без воды, потому что все качается насосами, б, это оставить людей без тепла, соответственно, тоже понимаете, почему. И с, это те же проблемы с продуктами. Почему? Просто с питьевой водой. Почему? Потому что продукты кто производит? Предприятия. А предприятиям что нужно? А транспорту что нужно? Это оставляет людей, кстати, без транспортных коммуникаций, потому что они сейчас в миллионных городах на 90% электрические. Ну, то есть метро там и так далее. Я, касаясь выключения света, вернусь к тому, что мы сначала решали эту проблему генератором. Да, это выход, но это выход, друзья, кратковременный. Почему? Почему? Потому что, во-первых, у нас фактически все недорогие генераторы, которые народ в основном покупает, это китайское говно. И оно, там вот эти вот роторы, они, по сути своей, там и не медная обмотка, и другие проблемы, и они долго не работают. То же самое случилось у меня. Вторая проблема, это, конечно же, расход топлива. Вы понимаете, что топливо, не знаю как где, у нас в Украине топливо недешевое, и большой дефицит, особенно поначалу, было. Поэтому мы с вами, друзья, понимаем, что это не выход. Но если у кого есть финансы, они прямо сейчас могут вложиться в гелевые батареи, в гелевые аккумуляторы и в солнечные панели. Второй вариант, кто живет более-менее на возвышенности, там, ну, поконсультируется со своими местными метеорологами, очень хороший вариант, небольшой ветряк. Он будет вам давать и ночью, в том числе, выгодно отличаясь от солнечных батарей, он вам будет давать, там, 2-4 киловатта энергии. Это вам, там, на холодильнике, на насос, это вам с головой все будет, я имею в виду сельскую местность. Не обогреться в случае чего, даже не в сельской местности, если на крыше у девятиэтажки, можно и обогреться. Нет, ну, коллективно, кстати, вариант поставить, там всегда ветер хороший, поэтому подъездом собраться, поставить. Ну, тут, нет, проблема вибрации, да, мы знаем, что он вибрирует, и могут быть проблемы со строительной конструкцией. Тут, ну, это мы не будем сейчас издеваться над горожанами, я, извините, все-таки буду описывать все для жизни на земле. Почему? Потому что я к этому призываю, если кто подписан на наш канал, он знает, что я это уже многие годы делаю, потому что я считаю, что человек это животное, которое должно жить на природе по возможности, а не в бетонном муравейнике. Хоть оно и животное, и социальное, но все равно оно должно, достойно того, чтобы жить в человеческих условиях, а не в условиях того, где определенные предприниматели создают огромные заводы и сгоняют туда рабов, как скот, для того, чтобы они там на них работали и, соответственно, жили вот этих бетонных муравейниках недалеко от заводов. Обратите внимание, во всем мире, в том числе и нас в Украине, и в Киеве, и в Харькове, все наиболее состоятельные люди, даже средний класс, стараются жить за городом, в пригородах, в своих частных домиках. В принципе, никого не хочу обидеть, но вот в этих многоэтажках живут в основном люди, которые нанятые, которые не трудятся, а работают. А работа у нас от слова раб, да, наверное. И мы теперь возвращаемся к электричеству. То есть, что нужно в идеальных условиях? К чему мы, например, стремимся? Нам и в Телеграме, и на Ютуб-канале добрые люди, в основном, что удивительно, из России. Наверное, мы что-то важное для них говорим. Они помогают нам, помогают материально. И мы благодаря им с самого начала потихонечку приближаемся к нашим целям. У нас уже скоро монтаж будет этой конструкции на улице. Это комплекс панелей. Там у нас на данный момент их 4 штуки, насобирали на 4 штуки. И понятно, что зимой они малоэффективные. Их мощность там в 10-20% дает максимальный при жарком солнце или темно. А с другой стороны, это все равно будет очень большая польза, потому что сейчас дают в день час-два света, но тогда ты даже этим небольшим током можешь подпитывать аккумуляторы целый день. Целый световой день – это уже великая подспорь для того, чтобы проводить там не одну передачу, а две-три, допустим, или проводить какую-то другую работу, или чтобы какой-нибудь в холодильник в доме подпитать этот аккумулятор. То есть, если мы завершаем и стремимся с вами к идеальной конструкции, в основе этой конструкции должны лежать аккумуляторы. Аккумуляторы должны быть гелевые. Гелевые в основном 12-вольтовые аккумуляторы. Почему гелевые? Потому что, да, есть более мощные, более дешевые аккумуляторы, гелевые дорогие. Но если вы делаете эту всю систему дома, а ее нужно делать дома или в теплом месте, потому что аккумулятор на морозе – это не аккумулятор, это додозвание или в холодном месте. Гелевый аккумулятор, он абсолютно герметичен, он долговечен, и он не делает вредных испарений, в отличие от каких-нибудь там автомобильных аккумуляторов, которые при зарядке выделяют кислотные пары. И это очень-очень вредно для здоровья, поэтому обязательно в доме должен быть гелевый аккумулятор, пусть он и дороже. Вы покупаете батарею из гелевых аккумуляторов, тут все зависит от ваших возможностей. Чем больше, тем лучше. Они служат в среднем 5 лет. По возможности берите хотя бы не менее 100 ампер в час, 12-ти вольтовых аккумуляторов в общей сложности. Вы их параллельно подсоединяете, допустим, 2 по 65 дает вам 130 ампер в час. И вокруг этого вы все уже начинаете настраивать. Вам нужно зарядное устройство, чтобы когда есть электричество в сети, заряжать эти аккумуляторы. Вам нужен так называемый конвертер, потому что у вас аккумулятор выдает 12 вольт, а в компьютер вам нужно доставить или в холодильник 220 вольт. Именно конвертер выполняет эту работу. Мы какую-то техническую часть скатываемся, сейчас перестанут нас смотреть. Но тем не менее я закончу. Именно конвертер передает 12 вольт, способным на бытовую технику. Ну и, конечно же, потом уже по возможности, по возможности, чтобы не зависеть от постоянных отключений электричества, коими вы будете заряжать аккумуляторы, вы можете поставить себе этажерку из солнечных поделей или ветряк, или то и другое, и запитать через контроллеры уже эти аккумуляторы, которые являются специфическими зарядными устройствами для ветряка или солнечной панели. Извините за занудство. Я насчет ветряка хочу внести ясность. Тут вот смеялись по поводу ветряка на крыше. Дело в том, что сейчас последние стартапы, эти ветряки уже продаются, там они такие вертикальные и в виде трубы. То есть, там даже нет ни лопастей, ничего. Вибрация нулевая. От них нет вибраций. Там система такая вращения, что получается, что они сами себя стабилизируют, поэтому можно даже не укреплять. То есть, поставить как тумбу, он будет вращаться. Ну, укреплять, конечно, надо, но это сейчас вот всякие роторные там ветряки. Много чего придумали, поэтому, если есть деньги, очень легко найти в интернете, и проблем нет. И вот это будет прекрасно дополнять друг друга, потому что это будет немножко там тот же холодильник или что-то подпитывать ночью. И я считаю, что действительно об этом нужно подумать заранее, хотя бы какую-то денежку отложить, хотя бы начать к этому готовиться, потому что тем более все дорожает, электричество дорожает, и в любом случае это будет неплохое подспорье, конечно же, если на это есть какие-то там более-менее средства. Папа.